Но нет, сегодня я гуляю сама. Я чё, зря снаряжалась что ли? Ля-ля-ля, София отправляется на пикник. Фу, какая мокрая трава. Чувствую себя, как будто я в горах. Пошла как-то София Эльбрус покорять и решила попить. А чё, уже будильник? Эть, 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 эть. Да проснулась я, вырубайся давай. Так, привет, я Чихуахуа Софии и сегодня у меня день рождения. Сегодня 6 ноября, но видео вышло скорее всего позже, потому что Аня уезжала и смонтировала его только сейчас. Как вы поняли по этой блестящей розовой подушечке, и розовой подушечке, на которой я спала, и розовому дивану, и розовому одеялку, и по моей розовой кофточке, и по моей розовой повязочке с ананасиками на голове, и по розовому олененку, с которым я сплю, но он упал с кровати. Бррр, сегодня я буду снимать утро в розовом цвете. Ээ, ну короче, я проснулась, пошла в туалет, как все нормальные люди. Кстати, сегодня на нашем семейном канале Magic Family Аня наконец-то в честь моего дня рождения сняла 50 фактов обо мне, а еще она там побрила меня машинкой, так сказать, сделала новую прическу. Ну короче, сами сходите, посмотрите, я ссылку оставлю в описании. Стоп, эээ, я серьезно говорю, это вам сидя на унитазе? Эээ, ну, сори, я надеюсь, вы на это не обидитесь. Так, я сходила в туалет, смываем. Для этого видео у меня даже розовый освежитель для воздуха. Ну, вроде не воняет. Так, потом я иду умываться. Так, запрыгнуть на пуфик. У меня тут все розовое и даже есть розовый спрей для волос. Правда, он для двуногих, как и большая часть всего того, что я здесь собрала. Все розовое, даже полотенчики. Даже дезодорант для подмышек. Надеюсь, они меня не убьют за то, что я показываю, чем она подмышки мажет. Короче, я реально собирала все розовое по дому. Потому что я София, и мой любимый цвет розовый. Даже видите, вот это Анина штучка для линз розовая. Линзы мне, конечно, вряд ли нужны. Но зато можно посмотреться в зеркальце. Блин, что-то я плохо выгляжу с утра. Не зря, наверное, двуногие девочки делают патчи. Ладно, почистим зубежки розовой зубной щеткой. Чисто розовую зубную пасту я не нашла, но зато нашла вот эту. В принципе, она почти, что можно сказать, розовая. Упс, опять нас менячило. Да ладно, нормально, короче, ой. Я что, вся ваню такой же рукожопик? Э, ладно, сейчас достанем обратно щеточку. Включим водичечку. Короче, сходила в туалет, умываюсь, чищу жубы. А, кстати, знаете, кто здесь живет? Эй, армия муравьев, приветик. Как вы там проживаете? Зато у меня есть настоящие собачьи духи в розовой бутылочке. Сейчас надушимся со всех сторон. Прекрасно. Я красотка, я умылась. Дайте-ка мне розовое полотенчико. Все, отлично, я вытерла свою мордаху. Вроде стало получше выглядеть, да? Сейчас еще протру за собой бордак, а то Аня увидит. Выключаем водичку. Щеточку я мою, кладу на место. А это надо постирать сегодня. Ну что, утренние процедуры закончены. Погнали дальше. И мое утро в розовом челлендже продолжается так. Идемте на кухню. А, ой, а чем это пахнет тут? Неужели это так воняет Аниной тапки? Молодец, розовый сегодня надела. А это воняет от туалета киса Алисы. Потому что она опять из него вылазила и все тут просыпала. И так как остальные три пёселя Аня и киса Алиса еще спят, и сегодня мое видео я буду и хозяйничать. Я же сегодня хозяйка. Так, сейчас мы это подметем розовым совочком с розовым венечком. Ладно, по-моему, отлично. Да я просто супер хозяйка. Хотя не хочу быть добработницей. Так как мой любимый цвет розовый, сегодня 24 часа в розовом цвете, у меня даже розовый айфон. Я пока что не переоделась и пью свой утренний напиток из розовой кружечки Hello Kitty. И проверяю наш инстаграм. Так, надо сегодня обязательно сделать фотку в честь моего дня рождения. Ну что ж, дальше мы с вами пойдем выбирать мне розовый ошейник на сегодня. Может быть розовую банданку с узорами? Или простой тканевый бледно-розовый? Или простой тканевый ярко-розовый? Можно надеть розовый кожаный с банданкой в цветочек? Или все-таки рюшечную повязочку в горошек? Мою любимую клубничку с рюшечками я надену позже, когда буду наряжаться для вручения подарков. А сейчас, пожалуй, надену вот этот гламурный. Кожаный с серебряными косточками и бриллиантиками. Правда, из-за того, что у меня пушистая длинная шерсть, его практически будет не видно. Кстати, вы видели, я сегодня... Даже кроватку розовым постельным бельем застелила. Видите, какая простынка с узором и розовыми милыми висичками. Хм, может мне и кровать в розовый цвет перекрасить? Ладно, решу позже, а сейчас, раз уж я хозяйка, мне надо помыть пол, чтобы сделать в себе фотосессию. Вот я думаю, какой розовой тряпочкой, пушистой, яркой или вот этой бледно-розовой? Наверное, я все-таки выберу вот эту яркую. Погнали за розовой шваброй. Так, теперь эту розовую тряпку надо напялить на эту розовую палку. Фу, нет, все-таки хозяйке быть не так уж просто. Ну вот, а розового ведра для мытья полов у меня нет. Но я думаю, какая-нибудь кружка для этого вполне сойдет. Такс, залезем на стол и выберем кружечку. Ой, смотрите, а тут есть розовый орбит. Эх, жалко мне нельзя орбит. А вот розовый блокнотик отсюда вполне можно попереть. Ну ладно, возьмем вот эту кружку с логотипом нашего семейного канала Magic Family. Нальем туда розовую жидкость для мытья полов. Разбавим наши средства водичкой. Жалко искра, она не розовая вода течет. Фу, как же сложно быть хозяйкой. Убирать за кошкой, убирать следы этих собак с пола. Надо же быть такими свиньями, а? Откуда они эту куле сберут? Ладно, помою пол только здесь, а не во всей комнате. Нормально, сойдет. Фу, что-то я вспотела. И вообще, пора, по-моему, уже переодеваться. Представляю вашему вниманию мою розовую гардеробную. Скидываем с себя утренний шмот. Сейчас я открою мой розовый ящичек и покажу вам гардероб свой. О, моя вечная девочкина боль. Че надеть из тысячи вещей? Столько вещей, а выбрать нечего. Это боль. А че это тут все розовое-то? Вот именно, че это тут все в розовом цвете? Наверное, Софи снимает челлендж. Да, Софи? Да, Миш, да. Вообще-то, сегодня у меня день рождения. В смысле, дыре? А, да, конечно, мы помним. Привет, я Покемон Юмичу. Подписывайся быстрее на наш канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. И комментарии поздравительные в Софишке пиши. Упс, это, кажется, надо подарки пойти готовить. Эээ, а ребята уже смотрели, интересно? На Мэджик Фэмили 50 фактов о тебе, Софи. Или ты им уже сказала? Я, кстати, Эйвен, привет. Я все им сказала. И вообще, идите готовьте подарки. Это же мое видео. О, мой кошачий бог подарки. День рождения, а я гуляла и забыла. Киса, Алиса, ты что своими грязными лапами портишь мне интерьер? Упс, извините. А мы разве не должны быть все в розовом? Если это твой день рождения, и ты снимаешь челлендж в розовом цвете. А я, может, не хочу быть в розовом? А придется, Покемон, я для вас одежку сейчас подготовлю. А еще, ребят, давайте наберем много-много лайков на этом видео. И заставим нашего Покемона Юмичу снимать 24 часа в желтом цвете. О, прикольная идея. А я в голубом могу снимать. А я в салатовом. Эй, вы что, а? Да ну, у вас все пошло подарок готовить. Я в розовое не наденусь. Эээ, подожди меня, Юмичу. Эээ, ладно, давай, Сефе, удачи тебе. Идите уже. Думай, голова киса, Алиса, подарок, подарок, какой подарок. Так, сейчас попьем водички на розовом пушистом коврике из розовой королевской мисочки, на которой написано Дог Принцесс. Собачья Принцесса. И пойдем собираться на прогулку. Хм, надеть вот этот розовый пуховичок с мордашкой кролика с ушками и хвостиком. Или ярко-розовый комбинезончик с красивой узорчатой жилеточкой с мехом. А что я думаю, надо погоду посмотреть. О, привет, чувак, что, мокро на улице, да? Раз ты тут в доме тусуешься. Да реально на улице осень. Еще и дождь идет, слякать. Может я вообще гулять не захочу, ладно. Понятненько. Этот комбинезончик зайка слишком теплый внутри. Поэтому надену вот этот ярко-розовый комбез. С собой возьму вот эту розовую косточку с мешочками для уборки ка... Ладно, мусора. На всякий случай возьму свои розовые солнечные очки. Ну что, как я, на пафосе? А если будет ливень? Так, стоп, я что, вообще зря эти солнечные очки купила? Надо не сказать, что нам пора на море. Короче, на случай сильного дождя возьму розовый зонтик. Он у меня такой красивенький, смотрите. Сейчас, погодите, открою, надену на себя, покажу. Классный розовый зонтик у меня. Видите, как я старалась для этого челленджа? По-моему, этот гламурный зонтик очень красивый. Так, ладно, хватит болтать, я собралась, надо одеваться. Розовая рулетка мне не пригодится, потому что я иду гулять без Ани. Я сегодня сама себе хозяин. У меня же день рождения? По-моему, я немножко похудела. Как вам мой комбинезончик? У него сверху замочек, а по бокам затяжечки. Надо будет с собой еще взять розовый рюкзачок. В него можно будет положить ланч для пикника. Если погода будет хорошая. Че-то капюшон мне на жилеточке маловат, ничего не вижу. Можно было, конечно, в честь 24 часов в розовом попросить Аню нести меня в моей розовой кенгурухе. Но нет, сегодня я гуляю сама. Я че, зря снаряжалась что ли? А может и зря? Может, надо просто хотя бы для начала выйти на улицу? Может, там такая погода, гадость, что вообще гулять невозможно? Ля-ля-ля, София отправляется на пикник. Фу, какая мокрая трава. Может, надо на другое место пойти? Может, там по суше будет? Ничего себе, тут у нас кроты ям нарыли. Чувствую себя, как будто я в горах. Пошла как-то София Эльбрус покорять. И решила попить. Это снимать не надо. Интересно, в лесу такая же гадкая погода? Серое небо, слякоть. Трава мокрая, какой еще пикник, София? Я вон стою по коленам в грязи. Надо было ботинки надеть. Да ну этот пикник пошла, лучше домой пообедаю. Давай скорее, София. Одевалась и собиралась больше, чем погуляла. Домой, 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 в сухость и тепло. Хотя хорошо, что я ботинки не надела. Брррр. Все одежду измарала. Так, бегом надо домой, пока я совсем тут не окалела. Еще не хватало заболеть на свой день рождения. Ага, жиза. Ну вот, вышло-то всего на 5 минут. А замаралась, как будто в грязи купалась. Надо срочно лапы помыть, пока я не наследила там, где и так уже помыла для фотосессии. Передние ручки и пяточки. О, как тепло-то. Так, теперь надо высушиться розовым полотенчиком. Вытереть лапки хорошенько. Здрасте, большая белая фигня с черным глазом. Который крутится. Мне придется ваш глаз открыть, потому что я сегодня хозяйкой мне надо стирать. Полотенце туда. Портфель уже испачался. Так, теперь костюм. В стирку тоже засунем. Зачем я напросила стих-хозяйкой сегодня? Все, вот так. Вроде нормально. Надеюсь, не протечет. Я не устрою тут потоп. Так, теперь у вас большая белая фигня. Которая еще и шумит, надо что-нибудь добавить. Обязательно из розовых баночек. Я ж хозяйкой, я ж стираю. Итак, пуск. Погнали. Погнали переодеваться. И подбирает что-нибудь розовое для остальных. Эх, у меня есть розовый дождевичок с собачками. Но кто же будет надевать дома дождевик? А на улицу, да, ну мы не пойдем. Есть розовый костюмчик с муми-троллями. Но мне самой он слишком нравится, чтобы кому-то давать. Есть моя детская розовая маечка, которая мне уже мала. Отлично. Киси Алисе. Розовый костюм единорога. Эх, я так разжирела, что и он мне мал. Да нет, ерунда, он всем будет мал. Мое любимое розовое платье бабочка. Которое я купила еще в Таиланде с рюшечками, крылышками. А Эйвену дам вот эту розовую футболку с пингвином. В горошек. Ну, не такая ужина и женская. Хи-хи. Хм, а что дать покемона имичу? А ей, пожалуй, дам это худи-адидок. Она мне все равно мало. А что же мне сейчас-то надеть, если я все раздам? А вот эту розовую маечку с надписью лап с сердечком и крылышками, с джинсовой юбочкой, можно Мише дать? Так, 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 а что же мне самой-то сейчас надеть? О, что мне не мало и очень даже красиво. Розовая кофточка с капюшоном и юбочкой принцесс. Еще и рюшечки есть. Отличненько мне подходит. Стоп, я же забыла сделать деньрожденческую фоточку для инстаграма. По-моему, отлично получилось. Выложу вот эту. Ну что ж, если тебе понравилось утро в розовом цвете, ставь лайк и я сниму челлендж 24 часа в розовом цвете в честь дня рождения. И все остальные питомцы тоже про свои цвета. А пока что иди смотри новое видео на нашем канале Magic Family. Там Аня мне сделала новую прическу и 50 фактов обо мне, которые тебя удивят. Спасибо за поздравление.